На рабочей встрече, как овощи выкопали, и надо немножко обсудить проблемы, связанные с жизнью города, района. Я вас в первый раз, поэтому в Москве я немножко дозоргателю расскажу, по ситуации общей, какие проблемы есть, а потом, больше меня интересуют ваши вопросы, связанные с жизнью города, района, я думаю, в основном и сомневаюсь. Несмотря на то, что вы знаете, что по численности населения Кингисепский район, он в серединочке из 18 районов, платили сегодня объем инвестиций 52 миллиарда рублей по 2012 году, это огромная сумма, это вся Ленинградская область. Конечно, это связано с портовыми сооружениями, конечно, насчет строительства автодорог, которые сегодня только одна автодорога Коскова, ну да, порт, на месте, 12 миллиардов рублей будет стоить. Скажем, сегодня в парке работают уже 13 мегалов, в России пор занимают. Это неплохо. Экономически, все-таки основной продукцией, которую производит район, химическая промышленность, посварить, несмотря на то, что посварить сегодня по численности работающих, не так велик, но тем не менее 75% валового продукта района производят именно посварить. Но мы плюсуем в этом году 118% по первым годам и прошлым годам. Я почему говорю это? Потому что от экономики во многом зависит развитие района. У нас нет безработицы. Безработица составляет только 51%, 212 человек. Безработица из женской превратилась в мужскую. И причем, скажем, именно изработица связана с высокопрофессиональными кадрами бульдозеристов, экскаваторщиков, смесарей, то есть камешков, то есть те профессии, которые, токарей, которые вы говорите, что не надо увлекаться экономистами и юристами, значит, надо поднимать и рабочие специальности. Надо очень серьезно думать над развитием, прежде всего, рабочих специальностей, в том числе, включая спортивные службы. Если говорить о бюджете района, то хочу сказать, что в этом году, в 2013 году бюджет не покоит, 2 миллиарда 52 миллиона, но я скажу, что такого бюджета давно у нас не было. Я вам хочу сказать, что в этом году нам удалось сделать такие объекты, как, например, полностью замена оконных блоков в Александр-Горской школе. Здравствуйте, пакеты. То есть это 6,5 миллионов рублей только на один объект. Или такой объект, как Вистинская школа, отопления практически не было, 5 миллионов на отопление Вистинской школы. Конечно, проблемы в образовании есть, но я уже сказал, 92 миллиона в этот году мы потратили на образование Кенесевского развития. Я думаю, что если сейчас вы полежите в больнице, как, к сожалению, удалось мне, в терапии, я вам хочу сказать, что, в принципе, не поехали на областной клинический отдел. Вот жениться, представитель комитета, предлагал. Лежать можно. Условия достойные, с точки зрения технических. Туалетов нет, потому что было в 98-м году, на счете не отличишься, фидеи, туалет, и фидеида. Вот. Еда на 120 рублей в день. Это не санаторий, конечно, тем не менее. Я тоже делал спокойно, без всякого там надрыва, и мне никто еще не поносил. Серьезное обслуживание достаточно лишь, хотя проблемы вырисовываются сейчас очень четкие, понятные. Это нехватка, острейшая нехватка кадров в медсестерах. Если педагогики все-таки консервативные народы задерживаются, то в медицине начинают изменяться на отделение, переходят, да и просто уходят в порт. Если говорить об объектах, которые мы в перспективе ждем, во-первых, мы ждем развития 6-го суборных краев. Это где-то порядка 150 тысяч квадратных метров. Вы, наверное, здесь не видите, а когда ходите в сторону планы, еще видите громадное развитие жилищного строительства. Мы это обещали, но надо полагать, что сейчас в срочном порядке мы уже не сделали. С правительством решили вопрос по строительству 8-й школы, это раз, и двух бюджетных детских садов, это два. На 350 и на 240 есть. В одни типовой, как в Советской Африке, на другой побольше, с комфортными условиями, с бассейном. То есть вот эти два вопроса мы пробили, потому что если не будет социальный эксперт там, надо пускать тогда автобус, чтобы людей везти в нашу школу. Решен вопрос строительства пустомерской школы. Средняя пустомерская школа на 350 человек. Типовой проект. Но там школа сейчас будет делаться из пищевого командирных, из школьных помещений первонеклассных, из школьной работы, из школьной работы, из шкабора работы. То есть серьезный такой будет блок, социальный блок для пустомерщиков. Решены вопросы по строительству папы. Сейчас кузенки на завершаем. Это амбулатория, которая будет жильем для врачей, две комнатные квартиры, наверху, внизу оборудование, а наверху будут две семьи врачей жить. Это же будет в Котельском, это же будет в Пустоверском. В городе у нас много транспорта. Вот у нас лично нет гаража, нам нигде хранить машину, мы ее ставим около дома. Сейчас мы получили письмо, где нас приглашают на административную комиссию. Я стала узнавать у соседей, пришли ли всем такие письма или кому-то выборочно. Оказалось, что только выборочно. Тогда меня интересует, каким образом выбирали. Потому что у нас не один десяток машин находится. Почему выбрали нашу, почему не другого. То есть мы, например, я всегда говорю, мы не против были бы сделать стоянку около своего дома, как, например, Иваново 23 сделали, как там в Октябрьской 12. Что касается подковок, конечно, 50. Вопрос очень тяжелый для 50. Когда-то мы имели там машин 8 тысяч золотых бреда застолья, 8 тысяч грузовых легковых автомобилей. Сегодня в районе 29-200 автомобилей. Только река улицы. И вы, конечно, разно понимаете, какая нагрузка, что творится в наших два данных. Вы же один, вместе с бюджетом. Мы готовы архитектурно-планировочное задание архитектуры сделать. Делать хорошие современные парковки. Но не задевая, конечно, деревние площадки. Но, тем не менее, что-то нужно делать. Мы готовы. Примеры этого уже есть. Большая Советская 23, который может избирать в округ. А другой вопрос. Посмотрю, почему не все. Потому что команда была датюра всех. Иногда говорят, газонов нет. Ну, конечно, газонов нет, если мы стерли все в округе. Сегодня это территория ССЖ или управляющей компанией. Это ваша территория. Но, тем не менее, есть куски муниципальные. И мы на муниципальных кусках стараемся делать парковки. Вот сейчас здесь благоустройство общественного центра идет. Здесь мы сквери, кухников 3, жильцы меня все просили. Мы оставили сквери, там будут дорожки. Значит, еще один момент, у которого хочу заострить. Вот у нас, к сожалению, получается испорченный телефон. У нас с народом советоваться непривык. Вообще, я у меня остатнулся. Большая Советская 18. Хорошо, у меня дядька живет. И вот Юля, просто нашли. Специалист. Ну, надо было уступить метод. И тогда бы машины, вот сюда бы попой своей, не вставали и не мешали. Ну, метр нужно в уступить. Никто не согласовал. И уже поставили парень. Где вмешался, ну, заменили. Все равно, конечно, дорожание, но не важно. Заменили, чуть-чуть отодвинули и совершенно другой коленков. Вот тебе полметра. Никто никому не мешает, ни проезда. То есть, вот на уровне заключения архитектурно-производственного дания надо советоваться выйти на место снародного. Восточный один. Там сделана мусорная у нас, это, и мусорку ставят просто, так. Мусорку просто ставят на подъезд и там, где паркуются машины. По середине. Просто на противне. Так же Криковская 27-50. Криковская 27-50. Находится дома, тоже мусорка, свалка, огромная. Я нам пребываю. Прямо на противне. Сейчас красавица? Да, да. Если я сказала, что Корошкина живет, просто каждую сходу с Ксения Беснашуком и каждую сходу. Убирают в понедельник и за неделю опять скомпания. Ровно очень. Хорошо. Александр, я хотела еще спросить. Уже 20-летней России не больше слышу, что будет построен бассейн, что будут строиться кинотеатры. Знаете, ну как-то удивляет и не по-хорошему, что молодежь, как только уходит у нас из школы и поступает в институты, они не собираются возвращаться. Согласен, с вами 18 раз сейчас площади превышает советское время. Конечно. Но вопрос другого. Значит, что будет? Мы тоже эту проблему понимаем. И танцевать негде, к сожалению. Ведь, типа, говорить о том, что молодежи это не надо, надо? Надо, конечно, надо. Что там говорить? И мы были молодцы. Значит, первое. Напротив, где автостанция? Там будет кинотеатр, я уже не знаю, какой там Д будет, но сейчас там будет строиться автовокзал, идет проектироваться. Там место отдыха будет, вместе с автовокзалом, дальше, куда нам надо. Нас, конечно, подвел О-Восток в двух вещах. Дом, который они сдали, который не заселяется, вы знаете, да, по-кликовскому? О-Восток не заселяется. И там проблема в том, что люди, кинкесерцы видели, как он строился, какая там трещина была. И второе, они у нас, мы вошли вдоль, по средству, старого бассейна. И вот только сейчас они вышли на проект. Только сейчас. Три года они на, мозги проколопасировали. Значит, что будет? Будет ледовый дворец, вопрос решенный. Напротив улицы Строителей, где за розыкаком. И там же, плавательный бассейн, пять дорожек на 50 метров для проведения международных соревнований. Городской будет или чем? Городской будет. Это будет муниципально. Международные пять дорожек. Мородные. Более того, в ледовом бассейне будет. У нас обязательно порядке фигурное кандидание. Уже решенный вопрос. Значит, и с Афиногеновым, с клубом «Скань». Ну, Афиногенов вообще не «Скань». Но с клубом «Скань» мы договорились о том, что будет здесь хоккей. Мы уже набираем ребят на хоккей. А наш медосмотр? Наверное, все меня поддерживают, потому что, когда мы приходим на медосмотр, вперед всегда идет таможня. Но у меня сразу вопрос. Да, таможня деньги платит, и школа платит деньги. Почему наши деньги отличаются? Таможню всегда вне очереди. Вы понимаете, это настолько беспредельно. Все, давайте на встречу. Вот давайте, пусть придет Соболь. Да, давайте Соболь приводим. Потому что у меня к нему в прошлом году сходило, а потом году стало еще хуже. Я вам правду говорю. Я понял. Вопрос записан. Могласие? Вы знаете, мы сейчас говорили о системе парковок наших деворов, но я бы хотела по данному вопросу задать два таких положения. Где можно ознакомиться с планом ремонта дворов. Это во-первых. Может быть, на сайте где-то выйти я не могла найти. А во-вторых, два года назад, на углу нашего дома, первая линия 8, было три большие ямы. Одну яму заделали вот этими квадратиками. И заделали такой горочкой. Вот девочки все подтвердят, еще Татьяна Петровна, от ямы, первая яма, она так и лежит ямой. Вот так заделана горочка. И вторая осталась такая же яма. Я честно хочу сказать, Александр Игоревич, мне тянулось делать веночек и поставить портреты нашего члена руководства. Зачем тратить деньги, чтобы делать эту горочку? Но мы-то платим из-за нее газа петербург. Вы понимаете, что это же не справедливо. По воде вопрос решен. Значит, сейчас делается проектирование. Сейчас вода, конечно, улучшится процентов на 20-30. Французское оборудование мы бы поставили. Уже поставили. Но нам нужно присоединить его. Мы с газа ДНК с губернатором договорились, что по программе хотевая вода нам дети деньги дали. И мы будем делать венозабор такой же, если какие руки, но усовершенствованы, с очищенной водой. Это правда. Как на духу, это правда. Деньги мы нашли. Александр Иванович, квитанции пришли на годы, я пробую то же самое. У меня два куба ушло в месяц. Я понял. У меня междомовые 8 дали кубов. Значит, я вам прошу. Куб право есть, когда у меня дети кубов. Дом право есть, и уже у многих там стало и только три. Хотя тоже, я считаю, на дом 18 кубов, это же... Это на каждую квартиру 8,5 кубов. Вымите, вымите, мы тоже на домов. Есть ли точно? Есть. Передайте, пожалуйста, ксероконную клеточку. Но нет, мы с собой. Ну, найдите через кого. Просто надо... В аппарат. В аппарат. Хорошо. Присажите. По отоплению. У нас дома, у нас у кого себя, на все это состояние... Знаю, у нас... Вообще невозможно. Мы звонили уже поиск номерам телефонов. Мы, вот наша семья, как-либо, мы замерзаем. Квартира у вас какая? 20, да. У нас была женщина, буквально позавчера. Я поняла, что... Я, потому что четверо была женщина, пожил по 18. И тоже нет. Но по-другому, конечно, нет. Каждый должен сделать сам. Я, миссия Калифина, у нас вы, я спрашивала вас по автобусам к нашему парку. И вы говорили о том, что что-то будет сделано для того, чтобы автобусы более регулярно ходили, чаще. В каком-то, я прочитала о том, что, оказывается, это нерентабельно и нет потребностей в этих автобусах. В каких городских? В городских. Почему они ходят? Ну, вот очень мало. На самом деле мы пользуемся в основном маршрутным такси. В маршрутном такси, когда мы садимся, они убирают табличку «Аврора» и едем мы. Непонятно, по каким вообще страшно ехать. Дети наши ездят. Вот что в этом плане будет сделано? Значит, ситуация с парком тяжелейшая. Если честно, у нас, мы тратим 75 миллионов на парк. 75 миллионов. И ничего пока сделать не можем. Почему? Потому что у нас тогда остается весь район. Но у нас нет железда. У нас она есть, но она сегодня портовая. И она, как только у нас будет электричка, она будет на порт. Но она не решает проблему. Она едет по тем населенным путкам, которые, ну, скажем так, они не решат проблему доставки в Пейпе, Нежнадское поселение, в Гурбульский полуостров, где отдаленные самые наши деревья. Но мы в Санкт-Петербург упустились. Так может быть маршрутное такси как-то централизованное это сделать? Мы хотели проверять. Спасибо Дмитрию Анатольевичу. Значит, он все, все проверки закрыт. Сегодня свобода полная, как говорили, предпринимательство. И мы теперь нигде не проверяем. Нас проверяем. Нас проверяем больше, чем нежели предпринимателей. Бюджетную сферу, социальную сферу, администрации. То есть мы сегодня ставили в лице объекта проверки. Но не предприниматель никакой, не тоже владелец кафе и так далее. Их раз в три года. Поэтому, Лен, здесь ситуация какая? Здесь я вижу только в одном закупках фонтальных автобусов и перебить, и возможность перебить. Сейчас мы будем закупать автобусы за счет области. Лицеи, для студентов, для школ. А куда деваться? Куда деваться? Надо, конечно, сохранять. И все годы, именные проездные билеты, все это будет сохранено. Не так все просто здесь, как кажется. Пожалуйста, Александр Игоревич, ничего нельзя делать, чтобы в куры большие Камазы не ездили по Криковскому шоссе? Где? Ну, на Криковском шоссе, например. У нас сегодня Камаза в городе быть не должно. Вы же знаете, кроме тех, которые спецстратства. Кроме спецстратства. Так что у нас сегодня объезд города Кингисеппо написан на перекрестке в Тибирске. Все. Это значит ГАИ не работало. ГАИ сегодня сократили до пяти машин. Про фонтан спросить. Вот его периодически, через каждые два-три года ремонтируют, может его легче ликвидировать? Нет. А чего вы его же делали? Ну, мы его, мы его, мы его сделаем. Мы его снова сделаем, снова там сломали. Нет, на следующий год мы обещаем, ганзейские дни будут. Мы сделаем, переделаем фонтан в другом стиле. У нас пляжа нет с вами. Значит, у нас есть место для купания. Вот. На следующий год выделяем 7 миллионов рублей под оборудование городского пляжа. Вот здесь, вот эта машина. Только можно его оборудовать и зарецензировать. Дело в том, что в нашем детском саде немножко плачевном виде. То есть чудная площадка для детей. Вот если говорить о детских площадках. Какой сад? Да вот даже реально. 14-й, да. Детская площадка, она в того периода, с крашенными вариантами, как, извините, самодельно сделанная машина, но износим. То есть на самом деле, если мы делаем такие чудные площадки во дворах, может быть есть программа реализовать чудные площадки детских садов? Ну, пока не чудо, а элементарное. Заменить навесы, как они называются, по регионам. Заменить их, сделать их новыми и наполнить какими-то малыми архитектурными площадками. То есть вот красотиками, которые есть. Такая программа есть. Видеонаблюдение сейчас будем ставить. Везде. За счет бюджета района. О чем мы говорим? Мы и мечтать не могли. Вот, Заляна Григорьевна знает. Пожарная сигнализация была проблемой. Еще лет 10 назад мы думали, что этого ничего не будет никогда. Александр Игоревич, я хочу сказать спасибо большое за то, что вы ремонтируете дворы. Это здорово. У нас как раз за 28 лет в Борьбе. Первый раз. Ну вот фасады наших домов, вот этих 9-этажек, их не собираются красить? Мысль есть. Потому что я сейчас не обещаю, мысль есть. Я был в одном из городов. Там действительно фасады выкрашены в яркие, сочные, красивые цвета. Написано огромными буквами название улицы и огромными буквами номер дома. Красотища необыкновенная. Вот мысль такая есть. Очень серьезное то, что я и говорю всегда. Есть вопросы, связанные с непосредственно парковочными местами. Вот, то есть, ну, то есть, простой быт, скажем так, гражданина, пустовые условия. Но в этом году, если вы обратили внимание, мы сделаем аптекарский, который железнодорожным называли гетто. Помните, да? Полностью сейчас будет ритуальное покрытие там, асфальтирование. Весь микрорайон А будет сделан на 23 миллиона рублей. Кроме того, ряд объектов еще по городу. На следующем году нас ждет программа в 100 миллионов рублей. В том числе и конструкция консельских дня и Октябрьского бульвара, Криковского шоссе полностью в полном объеме. То есть, мы постараемся. Продолжайте в том же духе. Удачи, берегите себя, здоровья всем. Спасибо.